Хэй-хэй, народ, Сэд здесь. Сегодня я расскажу об очень нишевой и очень известной в узких кругах аутичной игре, обзор на которую меня просили с самого начала. Игра, в которой вы и другие реальные живые люди с сомнительными социальными навыками вживаются в роли экипажа худшей космической станции во Вселенной. Станции, на которой чужие, перевёртыши и предатели, работающие на соперничающие корпорации, будут меньше из ваших проблем. Где наибольшая угроза вашему существованию — это ваши собственные коллеги. Голодны? Отправляйтесь в станционный кафетерий, где еда определённо отравлена. Ранены? Идите в медицинский отсек, где половина лекарств переименована «Весёлые таблеточки». Не хотите? Можете вместо этого попробовать закинуться обезболивающим. Только это оказалось не обезболивающее, а ЛСД. Словили Бэт-Трип? Не волнуйтесь, рядом есть сотрудник службы безопасности, он вам поможет. Вот только он не может вам ответить, потому что его убили и заменили на генетически модифицированную обезьяну, одетую в его униформу. Начались галлюцинации? Сохраняйте спокойствие и концентрируйтесь на том, что реально. К сожалению, для вас сверхмассивная чёрная дыра, стремительно разрастающаяся в вашу сторону, не галлюцинация. Она на самом деле очень реальна. Вызван шаттл экстренной эвакуации. Добро пожаловать на космическую станцию 13. В Space Station 13 вводные правила очень просты, у каждого есть своя работа. Ваша задача — сделать всё возможное, чтобы задержать неминуемое разрушение станции. Оно может произойти как по вине антагонистов, так и ваших некомпетентных коллег. Обычно я объявляю окончательный вердикт игре в конце видео. Не в этот раз. Space Station 13 — 10 из 10. Невероятная и захватывающая. Не играйте в неё. Если говорить совсем на чистоту, Space Station 13 — фантастическая игра, в которую я искренне не рекомендую играть. Почему? Потому что движок, на котором написана игра, скорее всего старше вас. Потому что пользовательский интерфейс — это переусложнённая мешанина, и использовать его возможно только потому, что я и каждая другая страдающая аутизмом шимпанзе, играющая в эту игру, довели знания горячих клавиш до мышечной памяти. Из-за сумасшедших затрат времени, порога вхождения необходимого, чтобы изучить одну единственную роль. И если быть совсем откровенным, сервера вас всех не выдержат. В лучшем случае они могут выдержать дополнительно 30 человек, прежде чем намертво заглохнуть. Из-за всех этих причин Space Station 13 всегда была и навсегда останется очень низшей игрой. Может, оно и к лучшему. Но я могу предложить вам кое-что взамен. Я уже уничтожил ваши надежды и мечты поиграть в эту игру, поэтому позвольте мне взамен поделиться историями, описывающими мои приключения на космической станции 13. Эти истории собраны в течение нескольких лет и затрагивают несколько разных серверов. Имена серверов во веки останутся ананимными, потому что я уважаю их право на конфиденциальность. А также потому что особо примечательные сервера присылали мне требования не называть их, вместе с угрозами на случай, если я откажусь. Что будет со мной в случае отказа? Неужели они наймут киллера за биткоины, чтобы тот переехал меня своей моторизированной коляской? Или заколол меня своим инсулиновым инжектором? Я не знаю, но откровенно между нами я ненавижу, когда мне присылают сперму по почте, и я бы предпочел это избегать и впредь. В любом случае, я очень отчетливо помню, как сыграл в эту игру в первый раз. Мои друзья сказали мне скачать ее и зайти на какой-нибудь говеный сервер. На сервере были фурии и эротический ролеплей. Чуть позже вернемся. Я зашел в игру в роли ассистента. Моя задача — помогать экипажу, а также сжечь себе все мясо на руках, пытаясь сломать доступ в места для меня закрытые. В то время, как я разбираюсь с проводочками, контролирующими воздушный шлюз, мой друг подбегает ко мне по коридору, таща за собой тело в бессознательном состоянии, и с отчаянием в голосе говорит мне, «Сет, можешь открыть эту дверь?» Ощутив спешку в его голосе, я соглашаюсь. Он закидывает тело внутрь и немедленно убегает прочь. Шлюз закрывается. Через три секунды внутри происходит взрыв. «Какого хрена это было?» — спрашиваю я. «Ах, да, я скормил ему калий в таблетках, они рассасываются не сразу». Мой друг только что совершил хладнокровное зверское убийство, превратив тело человека в живую тикающую калиевую бомбу. Как только его желудочный сок растворил оболочку пилюли, калий внутри бурно прореагировал с водой в его желудке, разорвав его изнутри. Став свидетелем такого зверства и жестокости, я подумала, «Ого, а игрушка-то неплохая». Прошло всего несколько недель, я уже изучаю роли, вхожу во вкус, игнорирую абсолютно все правила сервера. А сверх того еще и абсолютно все правила медицины. Я был хирургом, лучшим из лучших. Самой судьбой мне было предопределено портарять дорогу там, где еще не ступала нога лицензированного профессионала. А еще примерно в это время с нами начала игра девушка моего друга, говоря честно, у нее не очень хорошо получалось. Но она очень старалась продвигать медицинское дело всеми доступными ей способами. Отдел снабжения как раз прислал нам несколько коробок пиццы в знак благодарности за то, что мы подлатали их работников, слишком интимно познакомившихся с ксеноморфами на шахтерской станции. Озарение сверкнуло в моих глазах. Зрачки расширились, меня пробил пот, потому что девушка сказала мне то, что я мечтал услышать всю свою жизнь. Прошу, преврати меня в пиццу. И я приступил к работе. Сестра, подготовьте скальпель, пинцет, протрактор, гель для сращивания костей и всю оставшуюся у нас пиццу. Один клоун в ужасе наблюдал из анатомического театра, как я с хирургической точностью ампутировал ее руки и ноги и прижег раны. Затем я открыл коробку с пиццей и стал пришивать ее новой, покрытой сыром конечности. «На помощь охрану в операционную!» — вскричал клоун. «Он делает из нее папа Джонс». Главврач ворвался в операционную с нарядом охраны, чтобы меня задержать, но было уже поздно. Ее руки и ноги были уже заменены. Как ни странно, она отлично могла ходить на своих пицце-ногах. Но вот отсутствие у нее противопоставленных пицце-пальцев означало, что она не может поднимать предметы, не говоря уже о том, чтобы их держать. С другой стороны, ее пицце-руки оказались удобным и всегда доступным источником пиццы. Несмотря на ее многочисленные протесты и заявления, что она согласилась на операцию, главврач разжаловал меня на месте, а также навсегда отозвал у меня разрешение на медпрактику, аргументировав это так. Никто не может дать информированное согласие на то, чтобы стать пиццей, и на остаток раунда меня засадили в карцер. Определенно, на этой станции никому не было дела до моего мастерства. Поэтому много раундов спустя я с моими друзьями нашли себе новое предназначение — очищать сервер от эротического фури-ролеплея. С помощью внутри- и внеигрового общения я с точностью находил на станции зоны повышенной гомоэротической направленности, а именно комнаты жилотека и душевые. Потому что как только два каджетоподобных кашкомальчика уединялись в одном из этих мест, они неизбежно начинали писать фразы вроде «Оу, у Майка есть заостренный сюрприз для тебя, мой друг!» или «Ммм, да, проткни меня своим толстым тужуранским стволом». Это абсолютно неприемлемо. Как только где-то начинался акт гомоэротической направленности, несколько наших людей немедленно мобилизовывались. В то время, как они начинали тяжело дышать, стонать и отрыгивать друг на друга комья шерсти, офицер вырывался и бросал светошумовую гранату, тем самым оглушая катообразных блудников, а затем забивал их до беспамятства электродубинкой. Второй же пристегивал их к кроватям. В другом углу зараженной комнаты наш специалист по искусственной атмосфере уже устанавливал заряды взрывчатки Си-4 прямо на стекло наблюдательного окошка. Затем мы спешно покидали зону биологического отчуждения и задраивали за собой шлюзы. Гамео и Джульетта едва успевали оправиться от оглушения, когда заряда детонировали, разгерметизируя отсек и высасывая тела обоих в темный вакуум космоса. Еще одна чистая работа. Спустя много взрывных декомпрессий, эротический реллиплей признали настоящей угрозой для жизни. Тогда-то журанские кошкомальчики проявили изобретательность и начали устраивать групповухи. Но их быстро прекратил мой друг, игравший за лучшего робототехника, которого я видел в своей жизни. Воздушный шлюз, ведущий в садомистские покои, был заварен наглухо в надежде противостоять попыткам интервенции. Так что мой друг пробурил его насквозь с помощью боевого бронированного экзоскелета. Воздух внутри был тяжел от притерно-сладкого запаха мокрой шерсти и токсоплазмоза. Фури просто не успели среагировать, прежде чем он начал забрасывать внутрь одну светошумовую гранату за другой. И поэтому нас всех забанили. Мы уплатили свою цену. Но видеть, как половину сервера держат в непрерывном оглушении добрых 10 минут, бесценно. Сервер все равно долго не протянуло. Мамка админа отключила его, когда увидела счет за электричество. Ну а мы с друзьями пошли облагораживать другие сервера. И я даже стал неплохим химиком. Другими словами, я всегда первым воровал из кладовки шприцемет в начале раунда и снаряжал его смертельными дозами хлоральгидрата. Для моей самообороны, разумеется. Кроме того, я готовил для экипажа абсолютно все химикаты, которые у меня заказывали. Что делает моего персонажа морально неоднозначным, а также самую малость отдаляет от ответственности за розыгрыши и убийства, совершенные с помощью упомянутых химикатов. Если клоун просит у меня космическую смазку, он получит космическую смазку. Однажды клоуну удалось распалить смазку на весь коридор снаружи медблока, вплоть до отсека отбытия. Вообще-то этот отсек предназначен для стыковки с шаттлом эвакуации, который забирает нас с нашей стремительно сгорающей в пламени станции. Но если шаттл никто не вызывал, этот отсек пуст, в нем есть только воздушный шлюз наружу, который наш клоун зафиксировал в открытом состоянии. Несколько членов экипажа в спешке пробегали по коридору, подскользнулись на смазке и на полной скорости уехали лицом вперед в бесконечную космическую пустоту. Сотрудники службы безопасности догадались, что это был клоун, и в своем обыкновении тоже подскользнулись на скользком полу. Поскольку большая часть экипажа была мертва и выброшена в космос, станцию пришлось эвакуировать. А клоуна потом навсегда забанили из клоунской роли. Несколько раундов спустя мне наконец-то выпала роль скрытого предателя. Расшифровано целеуказание для миссии. И я абсолютно не врубался, что мне делать, но я хотел, чтобы мой первый раз был особенным. На мою удачу в медблок прибежал ассистент, истекающий кровью. Вероятно, потому, что он пытался вломиться в оружейную, не имея изоляционных перчаток. У его персонажа был на максимум выкручен меланин и прическа Афро. А его ролеплейное имя было «Мой пенес». Идиот, но идиот полезный. Других врачей на станции не было, так что я сказал ему, «Слушай, я вообще-то не врач, но в хирургии понимаю, давай подлатаю». Я дал ему общую анестезию и достал свой синдикатский планшет. С его помощью я мог скрытно телепортировать себе в адвентаре разные незаконные штуковины, чтобы достичь своих целей. В этом случае убить главу службы безопасности. Я выбрал два активируемых голосом заряда взрывчатки. Они срабатывают, когда слышат, как кто-то поблизости говорит кодовое слово. Его я установил на то, что это умственно отсталое существо скажет с наибольшей вероятностью. Сможете угадать, на какой именно? Я хирургически вскрыл ему задницу и установил туда первый заряд. Второй уютно поместился по соседству в брюшной полости. Я зашил его, убрал анестезию и начал приводить свой коварный план в исполнение. Я собирался вооружить этого простофилию и придурка нелегальной экипировкой, в надежде на то, что его арестуют за незаконное ношение. Я выдал ему весь хлоральгидрат, весь ЛСД, что у меня был, а также полный распылитель с маски. Я профессионально снарядил его в неостановимую машину хаоса. Гордый собой, я обнял его на дорогу и выпустил в мир. Но последнее, что он сделал перед тем, как уйти из мидблока, развернулся и сказал «Спасибо, н***». И мы оба взорвались. Моя вторая попытка игры за антагониста закончилась примерно настолько же успешно. Мне выпала роль лидера культа. Нашей задачей было захватить контроль над станцией и принести в жертву наши бренные тела, чтобы инкарнировать в реальность нашего темного бога. Однако ни я, ни мои слуги не были профи. Мы нашли уютный, спокойный, а самое главное — заброшенный бар в северном конце станции и начали перекрашивать его собственной кровью. Видите ли, культистам необходимо выучить набор специальных древних слов, которые генерируются случайно в начале каждого раунда. Если составить их в правильном порядке, можно использовать разные заклинания и проводить ритуалы, чтобы достигать своих целей. Мы, впрочем, далеко не продвинулись, потому что наибольшей опасностью для некомпетентного культа является один и единственный член экипажа, просто делающий свою работу. Грёбаный уборщик нас нашёл. Мы попытались договориться и убедить его, что это просто граффити, а никакая не кровь на полу. И это не сработало. Тогда мы решили убить его. И это тоже не сработало. С помощью своей швабры он заставил нас подскользнуться на мыльном полу и побежал за охраной. Как видите, быть предателем у меня выходит так себе. Намного более часто предатели меня насилуют. Наихудшая репутация в этом плане определённо у магов. Поскольку у них прослеживается плохая тенденция насиловать меня, в том числе сексуально, не так давно я с другом зашли на сервер, на котором уже шла игра. Сразу же, как только присоединились, мы поняли, что что-то тут не так. По радио играло объявление. Внимание, на станции объявлен день инспекции пенисов. Всем членам экипажа следует обратиться к доку Джонсону для обязательной проверки второй головы. Док Джонсон с очевидностью был магом. Я знал, к чему это идёт, но уже смирился со своей судьбой. И побрёл в регистратуру медотека. Радости док Джонсона от нового пациента не было предела. Он отвёл меня в уединённую палату, спросил, делали ли мне обрезание, и объявил, что я прошёл проверку пениса на «отлично». Каков сюрприз, подумал я, он и впрямь не собирается меня изнасиловать. Но я ошибался. Когда я повернулся, чтобы уйти, он оторвал мне задницу с помощью магии. Эй, это волшебство, я нихера не обязан тут объяснять. В любом случае, док Джонсон отвратительный врач. Он оставил меня истекать кровью на полу, в то время как сам взял мои ягодицы и использовал их в качестве шляпы. Крайне непрофессионально, не рекомендую ходить к нему на приём. Раунд в Space Station 13 может быть очень напряжённым, а может наоборот быть очень медленным, почти что расслабляющим. Если вы не предатель и у вас нет никакой срочной работы, вы всегда можете отдохнуть и вжиться в ролевую игру в баре, где на рояле играют музыку из аниме, а в музыкальном автомате — произвольную отмороженную «ммммм», которую там поставят. Это порождает очень цельные впечатления и помогает эмоционально сблизиться с экипажем. Очень часто это хорошие ребята. Однако в службе безопасности обычно работают одни эгоисты, страдающие манией величия, притворяющие свои извращенные фантазии в игре. Они очень часто совсем нехорошие ребята. В результате их патологических наклонностей к социопатии и безумии остальной экипаж часто выстает против их тирании. В одном таком случае служба снабжения объявила себя независимым государством. Служба безопасности отказалась признать независимое станционное государство Каргонию и попыталась вломиться к нам, арестовывая всех на месте, включая меня. Но они не были готовы к ловушке, которую мы им уготовили. Один офицер, сломя голову, вбежал в грузовой отсек, подскользнулся на банановой кожуре и улетел прямо на специально подготовленный для него конвейер. Он неоднократно делал попытки встать и падал заново в раскинувшийся вокруг моря банановой кожуры, едущий по замкнутому в кольцо конвейеру. Вокруг этого кольца было другое, составленное исключительно из торговых автоматов. А офицера тем временем нещадно побивала буквально сотнями банок газировки. Торговые автоматы были заранее нами взломаны, и потому постоянные силы металли газировку в любого, кто оказывается поблизости. Любого офицера, что попадал на банановый конвейер, забивало до беспамятства. Непрерывным потоком газировки дешевые Дэна, торговый знак права защищены. Много черепно-мозговых повреждений спустя служба безопасности, с сожалению, признала независимость каргонии, а также наше право на ношение оружия. А если есть еще отдел, в котором происходит больше революции, чем снабжение, это определенный отдел разработок исследований. И тут ничего удивительного. Мы кладем свои жизни на жертвенный алтарь, следуя новые возможности на всеобщее благо. Естественно, в этом есть свои риски и опасности, бывают и несчастные случаи. Рано или поздно какой-нибудь страдающий от скуки и умственной отсталости ассистент попытается положить один межпространственный квантовый рюкзак в другой. А служба безопасности никак не может взять в толк, что мы не несем прямой ответственности за получившуюся в результате сингулярность, пожирающую столовую. Этот недостаток признательности к профессии ученых обычно заканчивается ордерами на арест. На всех занятых в отделе. На что обычно следует ответ? Ну давайте, попробуйте. Но когда мы не заняты гонкой ядерных вооружений службы безопасности, ученые вообще довольно спокойные ребята. Хочу поделиться своим великим открытием, которое я сделал буквально в прошлой игре за ученого. Я и еще один исследователь просто забавлялись чертежами и в итоге сварганили пневматическую пушку. Она обычно используется, чтобы силой запускать разные предметы, которые у вас под рукой. Но вот чего мы не знали, так это того, что с ее помощью можно запускать еду. Я зарядил в пушку лазанью, прицелился в область рта и запустил его в моего коллегу. Лазанья исчезла. «Какого черта?» — сказал он. «Да это же охрененно!» До нас начало доходить, что только что произошло. Мне удалось дистанционно и помимо его воли накормить живого человека. Но что нам теперь делать с этим запретным знанием? Ничего хорошего, это уж точно. Коллега пошел к химику попросить у него галлюциногенных препаратов. Ему отказали. Так что мы сами построили у себя раздачу химреагентов. Наполнили контейнеры концентратом веселья и пошли прямо в столовую. Мы вспрыснули во все пончики и шаурму, что смогли найти столько ЛСД и токсина безумия, сколько в них помещалось, а затем зарядили их в нашу систему экспресс-доставки пищи. А потом мы начали ими стрелять во всех проходящих мимо людей. Еда мгновенно усваивалась, а члены команды мгновенно насыщались. Нескольким из них, включая охрану, удалось заметить две малюсенькие строки текста, говорящие о том, что им что-то скормили. Они сказали, что это было чрезвычайно умно, и что они не знали, что пневмопушка так умеет, поскольку это было всего лишь мило безвредной шуткой, нас отпустили без проблем. Через несколько минут начались галлюцинации. Экипаж начал орать по радиосвязи. Некоторые болевали, тряслись и корчились в судорогах на полу. Медблок с ними не справлялся, тела копились просто слишком быстро. К тому же большинство докторов было занято тем, что отбивались от несуществующих объектов. Химика, который изначально отказал нам в галлюциногенах, арестовали по подозрению в умышленном массовом пищевом отравлении. Это был совершенный пандемониум, и я думаю, это идеально описывает тот хаос, которым может быть один раунд в Спейстейшн-13. И вот и все, что у меня было для вас сегодня, парни. Естественно, это не все истории, что у меня есть, но если я начну их рассказывать целиком, то мы тут застрянем надолго. Спейстейшн-13 удивительная, уникальная и необыкновенно дерьмовая игра. Десять из десяти, не играйте в нее, потому что если станете, они обвинят во всем меня, а я ненавижу находить сперму в почтовом ящике. Как всегда, новый контент уже на подходе, так что оставайтесь на связи. О других новостях я завел аккаунт на Субскрайб Старо, так что если хотите помочь материально, но не хотите платить комиссию в Патреон, теперь такая возможность есть. Мои теплейшие благодарности многочисленным членам гильдии купцов, щедро спонсирующим это видео, вы воистину чудесные. Хорошего дня. Озвучена команда Жерни Даб. Спасибо всем, что досмотрели ролик до конца. Внизу есть кнопочка подписаться, нажмите обязательно на нее. Пожалуйста, я вас прошу, умоляю, этот ролик делал полтора часа. Ну так вот, ставьте лайки, пишите свою критику. Всех люблю, всех обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok